Вы наверняка видели, изучали и читали, конечно же, публикацию Bloomberg о том, что Путин настойчиво посылает через своих парламентеров сигналы руководству Соединенных Штатов Америки о своей готовности к переговорам. Что пишет Bloomberg? Что Путин настаивает на том, чтобы территории, которые России удалось завоевать и оккупировать, остались за Россией, но он уже якобы не возражает против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Что вы думаете о том, что Путин так настойчиво призывает к переговорам с США, и что вы думаете о позициях Украины и России в данном вопросе? На что кто может пойти? Ну, я вам честно признаю, что для моей аналитики газета «Вашингтон пост», «Нью-Йорк Тайс», «Блумберг», «Политика» и все те, которые там проталкивают определенные нарративы, как различных политических сил здесь внутри США, в Европе точно так же может быть, лоббирует кто-то интересы той же России, включая интересы той же Украины, иногда бывает и проукраинские тоже. Это для меня не повод для аналитики. Вот так даже. Да, я это не повод, потому что это пропаганда, в чистом виде пропаганда, и проталкивают все те, кто в этом заинтересован. Потому что если нет названного источника, потому что официально-официально это должно быть сообщение Госдепартамента, Пентагона, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Салливан, сам Байден, то есть люди официальные, которые выходят, это говорят. Или же от их имени говорят, например, тот же Кирби, или же кто-нибудь из Госдепартамента. Тогда, да, ты понимаешь, это сделано официальное заявление. Более того, оно будет сделано достаточно обтекаемое. Ну, за все годы моих контактов с этими структурами я понимаю, что так просто они обтекаемые не делают. Вот они там дают конкретные, так сказать, связующие слова для тех же аналитиков, чтобы они понимали. Конечно, надо внимательно читать и разведку. Надо читать внимательно и слушать вот тех людей, которые обличены, которых специально дают в эфир. Это бывшие отставники, послы, дипломаты высокого уровня, особенно те, которые работали на территории. Это бывшие представители структур НАТО, генералы, такие как Петреус, Ходжерс. То есть это люди, они информированы, они по роду службы, чтобы вы знали, они получают, до конца жизни будут получать определенное количество секретной информации. И, естественно, с ними также работают. И то, что не может сказать официальная какая-то структура, естественно, это делается устами вот такого типа доверенных людей. И вот тогда, когда ты их слушаешь, и тогда ты начинаешь понимать, вот откуда ноги растут. И когда ты сравниваешь все то, что мы слышим в Блумберге, там и там, и там, и там, ты понимаешь, особенно когда я знаю, что Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, это работает, и Голос Америки в настоящее время, это работает, и СНН, это все на демократов работает. Уолл-стрит-джорнал там, Факс-ньюс, это работает все на республиканцев. Поэтому и те врут, и эти врут. Они не могут сказать правду. Они могут там 80%, 90% правильные вещи говорить, понимаете? Ну, правильные вещи. А когда вот для чего, как проталкивать дезинформацию или какой-то нарратив? Ты говоришь 90%, даже 95% всего того, все правильно. И вот в этот момент ты, главное, вот эту ложь свою проталкиваешь. И человек, который вот этих нюансов не знает, а я жду, где же будет вот эта ложь, вот где этот нарратив проплаченный, нужно вбить в голову. И все, и когда общее это все пошло, и этот нарратив, и тогда ты как наживку его и проглатываешь. Вот так это информационная война. Поэтому за годы своей многолетней, так сказать, работы со всем этим я уже неплохо разбираюсь. Информационная война и на постсоветском пространстве она идет. Информационная война, она не менее важная. Заметьте, как она против вас в самом начале, вообще с 2014 года против вас шла. Вспомните, как Грузия проиграла информационную войну в 2008 году. То есть это Грузия напала. Вспомните, как это было. Потому что у Грузии не было этих возможностей защищаться там. У Украины не было в 2014 году. И сегодня у вас, опять же, не на том уровне, но в тех масштабах. И заметьте, и Рамштайн, когда собирался, и когда собирались спецслужбы, они принимали специальные решения для того, чтобы по борьбе с дезинформацией России, как это делать, то есть как это предотвращает кибер-шпионаж и много чего другого. Поэтому как в целом системно, так и каждая отдельно взятая страна. Потому что у них это поставлено на поток. Это в Советском Союзе так было. И поэтому нетрудно было это реанимировать. И вложили в это огромные средства. Вот посмотрите последний случай с этим самолетом. Я поэтому пришел с первого, когда я говорю, это не тема для обсуждения. Это не тема международной политики. Вообще, а как она вышла на ваш это самое, моментально за один день она дошла по всем этим самым. И здесь, в Америке в том числе. Это вот так работает. Но у них ресурсы и возможности на это очень сильные. За 20-30 лет они раскрутили, особенно за последние 20 лет. Поэтому, естественно, в информационной волне это происходит. Но мое понимание вот того, что вы сейчас спросили меня, да, я знаю, что с первого дня этой войны тема переговоров, она была в повестке дня. С первого дня, она и сегодня есть, она и будет до конца этой войны. До конца этой войны. И в зависимости от того, вот, чем сильнее эта тема будет в повестке дня, тем значит, что-то плохо у них на поле боя. Потому что барометром всех этих атак или вот нюансов по направлению где-то, это надо смотреть на поле боя. И если вот сегодня эта статика, которую я вам так подробно расшифровал, она сегодня, эта статика, она больше выгодна Украине, чем она выгодна той же России. Потому что Россия понимает, что эта статика в долгосрочной перспективе, вот долгую, она России невыгодна. Она может выдержать год-два. А что дальше? А что дальше? Ресурсов-то не хватает. А здесь эти ресурсы будут усиливаться. Регулярно будут. Потому что Украина два года назад и Украина сегодня. Это две разные Украины. Если тогда Украина выдержала без поддержки, отстояла столицу, Сумскую, Черниговскую область, то сегодня однозначно Украина придет время, она пойдет и вперед. Потому что еще не все стало работать на поле боя. И они это понимают прекрасно. И поэтому, естественно, нужно усиливать вот эти нарративы для того, чтобы на Запад устал. Вспомните в прошлом году, там газовые самые, зима будет холодная, они все замерзнут, никто не замерз. Сейчас эта тема, видите, не так спекулятивна, потому что Запад подготовился к этому, потому что на этой теме уже так сильно не поспекулируешь. Поэтому даже если у них есть какая-то спекулятивная тема на два дня, на три дня, вот типа какая-то Ил-76, вот сегодня уже на этом тему никто не вспоминает. Но два-три дня это помуссировалось, поэтому информационные машины так и работают. Каждый день. Два дня эта тема, три дня другая тема, неделю еще что-нибудь. Вот такого типа Еленовка, вот они так, Авдеевка, вот эта деревня какая-то. Они будут это регулярно делать и параллельно с этим, естественно, какие-то переговоры, какие-то отцовники. Лавров приезжал, потом вот Лавров там втихаря с кем-то встречался, там в Организации Объединенных Наций, что-то в этом роде. И будет это из неназванных источников, из высокопоставленных какие-то, бывшие чиновники, без имени, без фамилии, без адресата. И это все будет регулярно делать. И когда ты начинаешь это читать, а потом я слушаю CNN, слушаю я Голос Америки, про демократические это самое. Я понимаю, что да, есть те, которые проталкивают это. А когда я буду услышать что-нибудь такое, что в какой-то газете или что-то, это близко к тому, что говорят на предвыборных кампаниях тот же Трамп или его сторонники, ты понимаешь, что это внутриполитические здесь разборки. Это спекулятивность этих трех тем важные. Украина, российский трек, ближневосточный Израиль, Тайвань. Ну, вот эти три главные темы, вот сейчас, например, к ним добавилось то, что вчера дрон попал в американскую военную базу, и там погибло трое. И вот я думаю, сегодня, завтра, послезавтра, до тех пор, пока Байден не даст конкретный военный ответ, его имя будут полоскать, и будут сравнивать его там с бесхарактерной, бесхребетной, потому что это тема Израиля. Это в первую очередь тема, то есть близко туда. А тема Израиля, тема Израиля для американского истеблишмента поважнее, чем тема Украины. Ну, с точки зрения влияния еврейского, израильского лобби на американский истеблишмент, на СМИ, на бизнес, на финансы, на все остальное. Поэтому, несмотря на то, что масштабы этой катастрофы, они не такие, как полномасштабная агрессия России против вас. Поэтому это спекулятивные темы, я завершаю. Вот эти спекулятивные эти темы, они будут регулярно быть предметом спекуляции. И вот ваш вопрос, который приводнесли там же в Лунберге, он просто точно так же в этой же камве находится. Ну, давайте я теперь обращусь к вам с необычным, прямо скажу, предложением. Давайте представим, что вы Путин. Ваши действия... Вы хоть дали бы мне возможность допить хотя бы. Ваши действия, вот что бы вы делали сейчас на его месте, учитывая ситуацию на фронте, внешнеполитическую ситуацию, внутриполитическую ситуацию за пару месяцев до выборов. Ваши действия? Выборы к этому не имеют никакого отношения. Выборы это совершенно... Стоят они особняком и... Тем не менее, важно же не злить население перед выборами. Важно, чтобы не было отключений тепла, света по России. Чтобы не было техногенных катастроф, чтобы жены и матери мобилизованные не выходили на улицу. Чтобы Надеждин себя там прилично как-то вел в рамках договоренностей наверняка. То есть вызовы есть все равно. Надеждин это формат Кремля и... Это понятно. Ну, чтобы он не увлекся, не заигрался. Вы неужели, вы думаете, спецслужбы не проверили семь раз, чтобы потом дать его вперед? Мы его проверили. Здесь такого... Здесь случайностей не допускают. Я лично, если вы меня спросите, если вы говорите, вот поставить на место... Вы Путин. Я думаю, что он делает все правильно, по максимуму, с той точки зрения, исходя из тех возможностей, которые у него сегодня есть. Он сегодня на грани фола. Он действует на грани фола. На грани фола у него других вариантов нет. Он с ситуацией, как в шахматах говорят, ситуация Цунг-Цванга. Поэтому не он диктует движение в этой партии, вот в этом миттершпиле. Это, скорее всего, даже может быть не шахматная партия. Тут больше здесь подойдет больше карточная игра. Потому что здесь идет игра, вот блеф. И ставки повышаются, а карты не раскрываются. И какие карты у него, и какие карты у его противника. на Западе. И одна из карт, так называемое, ядерное оружие, которая вот с первого дня была предметом спекуляции, вроде Джокера. И все понимают, да, этот Джокер, у него там это есть. Но какие-то у него другие еще карты. Потому что на одном Джокере ты партию не выиграешь. Потому что такой же Джокер есть там. И в таком же количестве. Поэтому прежде, чем этот Джокер использовать в игре, значит, нужно сначала повышать ставки. Показать уверенность. И вот ставки повышаются. Но в конечном итоге карту придется бросать и вскрываться. Понимаете? Будь то это преферанс, будь то там покер, или там будет блякджак. Какие-то виды, ради бога. Поэтому это игра. И он в этой игре, я так думаю, ведет себя как на грани фола. У него нет возможностей больших для маневра. Предположим переговоры, господин Инус, предположим переговоры. Что Путин может, на какой компромисс Путин может пойти? Давайте так. Я не вижу компромисса, и я не вижу никаких перспектив переговоров. Я не могу представить переговоров между нынешним президентом России и нынешним президентом Украины. Категорически не могу представить. Потому что Рубиком пройден, точка невозврата пройдена. Понимаете? Здесь ничьи быть не может. Здесь одна из сторон должна проиграть.